Отполированный мрамор на стенах, новые стекла и батареи. Примерно так выглядела шайба, как называют вестибюль сотрудники метрополитена в 1987 году. Марина Сверидова работает здесь почти с самого открытия. Обновлением признается Рада. 15 лет назад этот вестибюль я закрывала, и через 15 лет вот ровно пришлось его открывать. Ощущение, конечно, очень-очень великолепное, даже просто выходишь на улицу, и люди сразу спрашивают, когда откроется вестибюль. Все уже ждут, прям вот очень. С уверенностью можно сказать, наша съемочная группа – это первые пассажиры, которые входят в этот вестибюль за последние 15 лет. Во время капитального ремонта позаботились и о маломобильных гражданах. Одна из дверей на входе и выходе шире на 20 сантиметров. Позаботились и о безопасности пассажиров. В зале установлены камеры видеонаблюдения, металлодетектор и досмотровая комната, оснащенная всем необходимым. Но основной ремонт касался эскалаторов. Именно у них в 2000-м истек срок эксплуатации. На их ремонт потратили 27 миллионов рублей. Самая главная работа была для нас – это капитальный ремонт эскалаторов, который занимал у нас 9 месяцев. Также проведен комплекс работ по замене инженерных сооружений, по укреплению фундаментов, блок служебных помещений. Отремонтированный вестибюль со стороны завода откроется в понедельник, 16 ноября. А несколькими часами ранее на время закроется вестибюль со стороны платформы «Пятилетка». Его также капитально отремонтируют. Павел Баймаков, Евгения Кондольская, Алексей Золотенков. События.